Приветствую вас Знаете, складывается такое ощущение Когда я читал ваш вопрос Складывается такое ощущение, что Вы Знаете Вот прямо Ну прямо как будто Ну знаете Наставники Столи Складывается такое ощущение, что Вы Прям вот Как будто Ну знаете Лидеры Ну то есть вам нужен лидер Вам нужен лидер И вам нужно Чтобы Ну чтобы Чтобы вас Как-то вот Направляли Постоянно Чтобы Вас как-то Значит Управляли вами И так далее То есть Понимаете Да НЛП Вот Все вот эти вот вещи Ужасные Которые мужчина Якобы Применял Ну почему Якобы Потому что То, что он говорит Это еще Ничего не значит Это все Лишь Только Средства То есть Постарайтесь Понять Что То, что Мужина Делает То, как Он себя Ведет С вами И как Он использует Свои Средства Это Всего лишь Техники Это Всего лишь Инструмент Инструмент Для чего? Инструмент Для того Чтобы Подавлять Человек Ну вот Пусть Отместей Например Вас Подавлять То есть Ему Мужине Нужно Обязательно Нужно Чтобы Вы были Подавлены Почему Вот Зачем Ему Зачем Ему Чтобы Вы были Подавлены Чтобы Вами Управлять А Для чего Вами Управлять Чтобы Обычно Будут Иргнаться За Ваше Все А? А Вот Принцип И вид Мотив Человек Для чего Он Все Это Делает Как Вы Думаете Почему Поступают Так А Не Иначе Именно С вами Просто Подумайте На эту Тему Сами Я уверен Что Вы Придете К определенным Выводам О нем Но Понимаете В чем Дев Выводы О нем Выводы О нем Это Совсем Не то О нем Я Хотел Вам Сказать Меня Как Психолога Меня Как Психолога Больше Интересуете Вы Конечно А Именно Как Стало Возможным То Что Вы Попались В Сеть Этого Человека Как Стало Возможным Что У вас Нет Друзей Как Стало Возможным Что Вы Не Знаете Поддержки Своей Матой Как Стало Возможным Что Вы Настолько Не Любите Себя Настолько Не Цените Себя Не Уважаете Себя Что Позволяете Мужчине Делать Все Эти Вещи С С Скажете Это Он Виноват В том Что С вами Произошло Может Быть Он Виноват А Что Если Нет Вот Серьезно Что Если Нет Что Если Это Не Он Виноват Что Если Это Не Его Ответственность В том Что Вы Оббавились Серьезно Ведь Он Он Ваш Поначалу Не Доставлял Он Ж Ваш Что Поначалу Ничему Не Примечал Он Он Ж Вам Изначально Предлагал Что Как 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 Техники Да Он Вначале Вам Там Ну Я Не 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 Обещал Что То Да И так Дали Так Вот У Меня К Вам Вопрос А Вы Почему Вот Велись На На Этого Вот У Меня Как Вам Вопрос Вы Почему Велись На Это Вот На То Именно Что Он Говорил Что Он Делал И Так Дальше А Потому То У Вас Не Было Никого И Ничего Понимаете Вам Вероятнее Всего Нечего Было Заменить Это Этого Человека Именно Вот В Своей Жизни Некем Некем Было Больше Его Заменить У Вас Не Был Никого А Сами Вы Жили Как А Сами Вы Жили Не Своими Ценностями Сами Вы Жили Не Своими Идеалами Не Своими Там Цели Тогда Ну и Вопрос Тогда К вам А как Так Мысло Кстати Можно Сколько угодно Говорить О том Что это Мужина Плохой Вы И Сами Понимаете Что Он Плохой Вы Это Верно Понимаете Момент В Другом Значит Вы Вы Говорите В 19 Лет Я Не Поднакомился В 20 Стало Жить Так Вы Зачем Поднакомились Мужин С Мужиной Который Старше Вас Вас Он Чем То Привлек Знаете Он Вначале Вот Вначале Я Уверен Никак Не Мог Быть Применять Никакие В общем Практики Техники И так Дальше Почему Потому Что Доверие Нужно Симпатия Нужна К вам Ага Симпатия Это Была И Вопрос В том Почему Она Стала Возможной Симпатией Знаете Вот Это Важный Момент А Не То Как Вам От Него Скрыться И Тогда Это Все Чем Вы Сейчас Живете Все Что Вы Сейчас Думаете О Себе О Мире О Вокруг Вас О Людях Других Да Все Что Вы Думаете Это Не Ваше Ну Скорее Всего Это Не Ваше Скорее Всего Скорее Всего Это Его Это Его Нарабонские Его Мысли Его След Который Он Вас Оставил А Почему Он Оставил Вас След Потому Что У Вас Ничего Не Был Своего Да Он Вас Подчинил Почему Он Вас Подчинил Потому Что Вы Готовы Были Подчиниться Почему Вы Были Готовы Подчиниться Об Об этом Вы Не Рассказывайте А Это Учин Ваше Начну Меня Гнобил Говорил Унижал Говорил Что Он Делает Из Меня Делает Сильный Меня Что Я Не Тяну На Его Учение Я Пытался От Него Збежать Но Дома Не Было Поддержки Армал И Когда Я От Него Збегал Судя Ночь Я Возвращался Так Ну Здесь Почему Это Вам Не Надо Делать От Мам Давайте Попробуем Подумать Правда Это Вообще Какое Отношение Мама Ваша Мама Имеет К вашей Личной Жизни Ну Вот Подумайте Сами Над Этим Вопрос Вы Почему В Маминой Поддержке Вообще Нужда Нуждались Вы Серьезно Думали Что Она Вам Поможет Мама Всем Было Продиктовано Ваше Такое Представление Ваше Ожидание Почему Вы Ожидали От Своей Мамы Именно Такого Поведения Непонятно Далее Далее Вот Возвращалась От него Боялась Быть слабой Как он Говорил Плачусь Слабайского Мол Ха-ха-ха Бегаясь Слабайского Не тянешь На его Уникальное Умение В итоге Ничему Он Меня Не уничал В общем Дали Выписать Какой-то Узис Вот Значит Ничем Не помогал Не помогал С деньгами А должен Был Елена Я Значит Думаю Что Вас Не распитывали Вот У меня нет Ощущения Что Вас Воспитывал Воспитывал Маму Или Папа У меня Ощущение Что Вы Воспитывались Своими Родителями Вот Потому что То, что вы Пишите То, как Вы Пишите Воспитывали Ну и Собственно Вот Я Открыл Ваш Вопрос Другой Который Вы Виноват Это Вы Собственно Винал Ваш Помостить Часовы Знакомилась С пареном Родственник Моей Хороший Глаком Так Состоятель А 9-й, кто в фотографии, предложил мне сделать карточку и фотографии. Он оказался на фото и на ваш лавицкий партийство. В общем, далее он вас напалил, тоже немного пил, фото становились откровенными. Не помню как, но мы переспали. Я вообще серьезненько говорю, ладно, счет, никогда такого еще не было. Это будет мало знакомым парням. То есть здесь опять у вас нет ответственности. Вы очень наивны, вы почему-то согласились с мужчиной пить. Вот, если вы согласились на фотосессию, хотя его не знали до конца еще, мужчинам. Вот, значит, ну, собственно, но после этого уже, я не могу не думать, как же себя это такое допустило. Это было 4 дня обратно. Потому что, да, он там написал, что откуда где-то. Я чувствовал, что заполнил, обиженный на него. Значит так, думаю, не смог мне ответить. Я понимаю, что дальше с ним увидеться, дальше быть вместе. И как вот это все вяжется с тем, что вы пишете сейчас про вот этого своего мужчину. То вы с ним жили, то вы, значит, очень долго с ним жили и так далее. То есть, знаете, у вас либо есть болезненная потребность в мужчинах вообще, причем взявательно таких, которые вам как-то командуют, манипулируют, принесают вас всячески и так далее. Либо вы абсолютно не умеете устраивать личные границы. Абсолютно. Не умеете устраивать личные границы. Но этому нужно учиться. Вот. Обязательно самооценка, работа над самооценкой. Обязательно детско-родительские отношения продабатывать вам нужно. Обязательно уверенность в себе. Вот. И личные границы. Это вот то, что прямо необходимо сделать было еще очень давно. Очень давно. Вот. И, значит, что особенно важно, это ваши коммуникации. Ваши коммуникации. Как вы общаетесь с людьми. Как вы устраиваете с ними отношения. Ну, вообще любые. Почему у вас нет друзей. И самый главный вопрос, почему вы позволяете себя унижать, гнобить и так далее. И начинаете стать девчим. Это вот, пожалуй, такие основные вопросы, основные направления работы. Которые вам нужно будет обязательно выполнять, если вы хотите, чтобы ваша ситуация изменилась в лучшую сторону. Давайте мы с вами второй вопрос еще немножко почитаем. Значит, может быть, вы говорите, что, значит, почему он немного отошел в сторону. Я хочу с ним быть. Да? Вот вы пишите. Как вы можете копить с ним пыть, если мужчина просто вами воспользовалась? Откуда у вас появились чувства? Да? И здесь вы уже говорите о том, что, значит, удачились фотографии. Пригласили ему, чтобы он тоже удачил. Я показал ему, что я недовольный. Я сражированный вообще в таком времяпровождении, что я сражировал. И уходил, он просил, когда мы с тобой увидимся. Я легко отмечал, что я не знаю, когда его взяла. И потом писал ему, что удалил, оставшись с фотографией. То есть, как-то вот у вас очень сумбурно это все получается. Но факт, это факт. Вы хотите начать общаться с человеком, который вам воспользовался. Вы говорите о том, что у вас есть чувства к этому человеку. Вопрос у меня к вам только один. Как это считается? Как это считается? Какого вы мнения о себе, что соглашаетесь на такого рода отношения? И вот это мнение о себе, ну и на меня. Вот я, просто у меня это ощущение, что я вам не отвечал. А я вот сейчас смотрю ваши вопросы, и везде в них проотслеживается одна такая четкая линия. Что, да, кстати, вот интересно получается, что в прошлом году, задавая вопрос, вы писали, что вам 24 года. В прошлом году вы писали. Сейчас вам почему-то 27, как вы говорите. То есть как-то вот не очень понятно это, если честно. Ну хорошо, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Значит. Вопрос один. Один вы его задавали. Мы сделали лучший ответ Лидию по психологии. Далее вы еще один вопрос задавали. Я вам на него отвечал. Но сделали вы лучший ответ другого эксперта, не меня, про вашу подругу. Вот. Вопрос заключается в том, почему, собственно говоря, значит, вы испытываете проблемы с сообщением. То есть какая-то странная история у вас получается. Понимаете, что вот есть с одной стороны одна реальность, с другой стороны другая реальность, с третьей стороны еще одна реальность. Я думаю, что работа нужна вам на личностном росте. Но это работа регулярная, постоянная и так далее. Так что вы выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе. Вот. И начинайте работать с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. На последок хочу сказать еще так. Чувство вины, которое вы испытываете, да, при том условии, при том условии, что мужчина с вами делал, при том условии, как он с вами себя вел. Чувство вины, оно выглядит так, что вы очень внушаемы, очень неуверны в себе и вас легко вести заблудительно. То есть, вы знаете, о своей какой-то четкой структуре мира у вас нет. Я хочу только задать вам один вопрос. Почему нет этой структуры и готовы ли вы ее устраивать? Какие у вас ценности, какие у вас лунфляды, какие у вас представления о мире, окружающем и так далее. Вот об этом пытайтесь подумать. И если будете мой ответ слушать, пожалуйста, не дублируйте свои вопросы. Нам вот это запрещено правильным сайтом. Я еще раз желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.